Снегопад, снегопад! В Ненецкий округ пришло потепление. А вместе с ним и метели. Это значит, что пора выпускать снегоуборочную технику во дворы и на автомобильные дороги. Как быть и куда обращаться, если ваш двор увяз в сугробах? Насколько готовы специальные службы к борьбе с метелями? Чистый город – основное в Наринмаре предприятие, которое занимается уборкой снега. В зону его ответственности входит львиная доля автомобильных дорог. С этого года их 77 – и дворовых территорий. Сегодня на улицах города работает 7 единиц техники. Вручную трудятся 5 рабочих. Они убирают снег и посыпают тротуары песком, расчищают подходы к пешеходным переходам. Учреждение было готово к наступлению метелей. Сразу же было запланировано 3 смены полноценных. В каждую смену работает не менее 10 единиц техники. Работа продолжается также в усиленном режиме. Если ранее у нас третья смена была сделана больше как дежурная, то сейчас это полноценная рабочая смена. Первая смена заступает на службу в 6 утра, вторая – в 3 часа дня, а третья – в 11 вечера. Зона особого внимания коммунального предприятия – это подъезды к социальным учреждениям и пожарным водоёмам. Внутренние графики содержания территории у нас есть, но также при проведении работ мы должны соблюдать требования ГОСТа, в связи с чем мы в первую очередь проводим работы по расчистке автомобильных дорог и элементов, которые с ними связаны, а потом во вторую же очередь переходим к международным проездам. Если же жители территорий, которые находятся в зоне ответственности чистого города, всё же столкнулись с проблемой заснеженных улиц, надо звонить и оставлять заявку. К слову, звонки пока поступали только с благодарностями за своевременную очистку дорог. То же самое касается и управляющих компаний. Если дорога и междудомовой проход не очищены от снега, надо звонить свою управляющую компанию. Работа управляющей компании заключается в том, чтобы очистить придомовую территорию и тротуары от снежных заносов. В случае, если, допустим, снегопад прошёл в течение шести часов, они должны это устранить. Если же этого не делается, необходимо позвонить управляющую компанию и оставить свою заявку. Пока заявок от жителей города нет, управляющая компания бросила все силы в горячие точки самостоятельно. Вчера техника работала на Сущинского, сегодня приводит в порядок участок на улице Ленина. Работает у нас наш маленький мини-погрузчик в основном и плюс привлечённые по договорам подряда транспортные средства. В основном это амкадоры, тракторы в зависимости от площади очищаемой территории. Согласно прогнозу погоды, снегопады в городе ожидаются с воскресенья и продлятся до конца следующей недели.